здравствуйте уважаемые подписчики и зрители моего канала сегодня у нас в работе блок управления изитроник это opel zafira старый блок пришел в негодность механическая часть все развалилась поршень там лопнул восстанавливать не стали человек попросил заказать новую коробку то есть вот блок управления новый поэтому сейчас мы будем клонировать из этого блока изитроника вот в этот блок делать это мы будем все с помощью его терминал не вскрывая блоков давайте посмотрим help как подключаться вот я уже подключил сейчас в хелпе все станет ясно плюс есть некоторые тонкости в клонировании этих блоков вот мы откроем терминал help к нему здесь видно два плюса подключаем к line и минус так мы и подключились давайте сейчас включим зажигание и откроем саму программу программное обеспечение называется и вот изитроник 1 открываем его выбираем давайте сначала верхнюю линию и законнектимся вот он написал нам connect ok так и здесь же написал error так значит нам нужно выбрать тогда 29 f400 давайте здесь нажмем connect сначала отключим зажигание опять включим и нажмем connect все 29 f400 он законнектился и нам показывать что ждет теперь команды нажимаем читать флэш флэш прочитано вот он написал и теперь мы заходим в memory down вот наш флэш здесь и сохраняем ее сохраняем ее в папку папку hold поскольку это у нас флэш с оригинального блока со старого флэш hold теперь читаем и пром и пром прочитан открываем также memory down вот он не пром у нас лежит здесь вин код сохраняем и пром сохранить так и теперь делаем disconnect в принципе у нас все прочитано сейчас на столе новый блок мы все подключили о такой же схеме как старый блок и давайте включим зажигание и будем читать отсюда файл и потом заливать из старой коробки открываем терминал в принципе здесь можно очистить это все делаем connect все пожалуйста функции разрешены читаем flash 29 f400 это мы читаем новый блок абсолютно новый чтение идет по к-line по линии к-line флэш успешно прочитано об этом нам сообщил загрузчик также открываем memory down вот он сохраняем теперь уже в папку и читаем и пром и пром вот так быстро прочитан открываем также memory down смотрим новом блоке нет ни вина ничего то есть вин не прописан он абсолютно новый чистый сохраняем также и пром и сейчас давайте сравним два файла и посмотрим кое-какие тонкости клонирования этих коробок читаем инструкцию которая дается к этому модулю то есть тип процессоров должен совпадать вот есть процессы cs а есть cr то есть в прошивке не должны совпадать тогда клонирование полное будет возможно без всяких проблем давайте посмотрим что в наших прошивках нам нужно открыть старую нашу флэш и давайте откроем сразу новую flash new и нам надо будет в поисковой строке забить c 167 и естественно все это васки смотрим процессоры у нас cs в обоих дампах то есть они абсолютно одинаковы клонирование возможно самих флэш в новые старые изменения конечно есть то есть вот они такие много всяких изменений и по мелочи в основном вот они но главное чтоб у нас совпадал тип процессора тип процессора совпадает остальное нам не важно то есть смело можем сейчас брать и клонировать это все и так новый блок у нас в режиме ожидания давайте откроем flash flash old нам нужно открыть открываем flash old вот она и нажимаем в райт записать Вот флэш он пишет поблочно Где не пишет, там верифицирует Где пишет, там стирает Пишет и потом верифицирует Сейчас идет запись старой флэш в новую коробку Пишет и потом верифицирует Все, флэш полностью записано Теперь давайте откроем Memory Dump Откроем EEPROM Old, старый Вот здесь у нас EVIN код Все показано И теперь делаем WRITE EEPROM Вот так быстро он записал EEPROM Делаем дисконнект И выключаем зажигание На этом клонирование закончено Сегодня мы с вами клонировали блок EZTRONIC Это Opel Zafira Делали это мы все с помощью ИО терминал Не вскрывая блока Работа выполнена Выполнена успешно Всем всего самого наилучшего Много хороших клиентов Много интересной работы А самое главное Крепкого-крепкого здоровья Субтитры сделал DimaTorzok